Сейчас сиамские близнецы уже не такая большая редкость, как раньше. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, число людей с врожденными аномалиями зависит от общего количества населения планеты. А во-вторых, медицина шагнула далеко вперед. И у сиамских близнецов теперь намного больше шансов выжить при рождении. Об удивительной истории зиты и гиты в нашем следующем сюжете. Зиты и гиты родились 19 октября 1991 года в селе Западное в Киргизии в семье Резахановых. История получила известность в СМИ после 2003 года, когда российские медики в Центральной детской клинической больнице имени Филатова в Москве провели успешную операцию по разделению сестер. Это единственный случай в мире, когда врачам удалось невозможное – разделение сиамских близнецов с непарными органами. Деты и гиты стали единственными в мире успешно разделенными сиамскими близнецами, которые довольно длительный срок были здоровы. Однако поддерживать здоровье после благополучной операции им оказалось непросто. На родине семье-близнецов приходилось нелегко из-за того, что им постоянно требовались средства на лекарства и медоборудование. В декабре 2014 года состояние зиты стало ухудшаться. Деньги на лечение семьи удалось собрать благодаря популярному ток-шоу Андрея Малахова «Пусть и говорят». Сначала нам не сказали, когда девочки родились. Мама скрыла от нас. Она когда приехала с роддома, она сказала, что девочки умерли. Ну, мы ждали, я помню, с братом, что должны с сестренки родиться. В 2015 году близняшки расстались навсегда. Зита умерла. Оставшись без сестры, справиться с отчаянием и горем Гите помогла вера. Она стала изучать арабский язык, обучаться чтению Корана. Гита давно хотела приехать на свою родину, в Дагестан. И ее мечта осуществилась. Держа маму крепко за руку, она делает свои первые шаги по родной земле. Встретили почетных гостей. Магомед Абдрахманов, председатель Даком религии, Ахмат Хаджик Ахаев, заместитель муфтии Республики Дагестан и Идрис Хажас Адулаев, имам Центральной Джума мечети. Посетить Дагестан далекая мечта Гиты, которой суждено было осуществиться. Они мне позвонили с аппарата президента России и сказали, вы до сих пор хотите? Я говорю, да, хотим. И Путин прямо написал за смелость, за то, что эта мать сохранила этих детей. И вот он так дал. Далее их проводили в мечети, где она порадовала всех прекрасным чтением сур священного Корана. Затем гостей ожидала знакомства с женским центром «Недояд». Гита с интересом осматривала учебные кабинеты и даже продемонстрировала свои знания арабского языка. Дагестанцы во все времена славились гостеприимством, добродушием и щедростью. Дорогих гостей, прибывших из Киргизии, проводили не с пустыми руками. И я хочу вот этот подарок, скромный, от имени главы республики Рамазана Гаджимразовича, который стал причиной для получения гражданства, подарить вам, если вы, конечно, примете. Исмелья рахмани рахмани рахмани. Мы верим, что впереди Гиту ждет долгая и полная радости жизнь. Ведь ее окружают любящая семья и надежные друзья.